Всем привет, друзья! С вами Артём и киберспортивный магазин 4Frag. Сегодня будем делать быстрый анбоксинг гарнитуры TAF Gaming H3. Линейка девайсов TAF — это подразделение Asus, которое делает бюджетные, но, так скажем, прочные девайсы, то есть упор идет в дешевизну и в удара, износа, стойкость, то есть такие бюджетные крепенькие девайсы. Этот девайс к нам только что, можно сказать, пришел, на него я не смотрел, поэтому расскажу вам свои первые впечатления, посмотрим на комплектацию, потом их послушаем и расскажу вам, как они звучат. Это же гарнитура, так что погнали. Они еще даже запломбированы, поэтому распаковывать будем прямо сейчас вместе. Первым делом встречаем вот такой пластиковый держатель вместе с гарнитурой. К слову, этот пластиковый держатель как раз таки говорит нам о том, что гарнитура бюджетная, потому как именно так упаковывают бюджетные гарнитуры. Давайте посмотрим на комплект, потом вернемся к гарнитуре. Здесь мы сразу встречаем всякие мануальчики, если вы не знаете, как пользоваться гарнитурами, конфеты. Если что, ребят, это была шутка. Силикагель кушать нельзя. Договорились? Далее мы встречаем разветвитель, он же удлинитель. Наушники подключаются, судя по всему, одним трехмиллиметровым джеком. И если вы играете на обычном компьютере, то есть у вас два входа под микрофон и под наушники, здесь есть разветвитель. Итак, друзья, достал гарнитуру из коробки. И первое, что хочется сказать, они реально очень-очень легкие, практически невесомые. При этом где-то через час-два игры, я думаю, вы их просто не будете чувствовать на голове. Они раздвигаются очень легко, на уши давить не будут. Так что посадка, знаете, так автоматом и можно поставить плюс за посадку. Но это мы еще проверим. Давайте по материалам. Чаша у нас пластиковая, здесь у нас текстурированный пластик с логотипом. А окантовка есть глянцевый пластик, есть обычный такой матовый, ничем не примечательный. Можно даже сказать, пластик с ощущением немножечко дешевизны на самом деле. Такой, знаете, плотный. Я уверен, что если наушники уронить, с ними особо ничего не случится. Ну, это же ТАВГЕМИНГ, они должны быть ударопрочными. К слову, об удара и износа стойкости. Давайте посмотрим. Да, гарнитура действительно такая, знаете, боевая. Оголовье у нас алюминиевое, регулируется посредством щелчков. И щелчки эти довольно тугие, отсечки. То есть гарнитура по вашей голове сама не расползется, что приятно. Оголовье само выполнено у нас из эко-кожи. Сверху она чуть мягкая, изнутри она достаточно мягкая, правда, без эффекта памяти. Что хочется сказать вообще про сборку. Вот я их сейчас покрутил пару минут в руках, и, честно говоря, ну сборочка прямо-таки на 4 с минусом. Слушайте. Да, гарнитура бюджетная, но сборочка на самом деле страдает. Возможно, из-за того, что нет каких-то, знаете, таких плотных соединений, они лучше себя покажут при падении, потому как нет плотных соединений, гарнитура упала, где-то там что-то вот так вот раз сыграло, и все осталось целое. Но при этом, ну вот, ощущаются они, ну вот реально, ну бюджетными. Давайте теперь посмотрим, как они сидят на голове. На голове они сидят реально очень приятно, на уши не давят совсем, и я уверен, что через час игры про них просто забываешь. Что касается микрофона. Микрофон у нас не съемный, и никуда он не убирается. Вот так он будет всегда. Он на гибкой ножке, вы его всегда сможете подрегулировать. Ну, в принципе, очень даже неплохо. По элементам управления. На левой чаше у нас находится ползунок громкости и кнопка мьюта микрофона. Нажали замьютили, отжали размьютили. Вот так вот она, в принципе, выглядит. Давайте попробуем ее послушать. Сейчас я ее послушаю, запишу для вас тест микрофона, ну и встретимся с моими выводами о звуке. После того, как я их послушал, могу сказать, что качество звука здесь намного лучше, чем качество сборки. Конечно, сборочка подвела, а вот качество звука очень даже неплохое. Тестировал я гарнитуру через SteelSeries GameDuck, просто потому что встройка здесь вообще не очень хорошая. Опять же, стоит понимать, что это наушники, которые подключаются через 3,5-миллиметровый джек, поэтому все будет зависеть от вашей звуковой карты, как звук, так и ваш микрофон. Что хочется сказать про звук? Бас имеет прямо сильное преимущество. В остальном высокие не звенят, не сваливаются в какой-то звон шипения, не режут уши. Звук здесь очень даже приятный. Я думал, что из-за того, что чаши очень такие сильно пластиковые, так скажем, будет слышно эффект бочки. Он проявляется в некоторых недорогих наушниках, здесь его нет, и спасибо компании Asus. Но из-за того, что чаши опять же пластиковые, на предмаксимальных громкостях все, что слышите вы, будут слышать окружающие. С этим никак не побороться, как я уже сказал, звукоизоляция здесь такая на троечку, 3 с плюсом может быть, то есть она как бы есть, но она не сильная. Придется мириться с тем, что окружающие будут слышать ваш звук, особенно если захотите порубиться ночью. Увы, тут придется как-то выкручиваться из ситуации, тут наушники не идеальны. Что касается микрофона. Так он звучит, на мой взгляд, очень даже неплохо, но стоит понимать, что я тестирую его через внешнюю звуковую карту SteelSeries GameDuck, поэтому он звучит очень даже неплохо. Если я его подключу к своей встроенной аудиокарте, то звук кардинально поменяется, потому как моя встройка с микрофонами не дружит совсем. То ли заземления нет, я не знаю, что ей мешает, но появляются шипения и так далее. Это абсолютно со всеми трех с половиной миллиметровыми гарнитурами. Тут вот сложно передать зрителю, как будет звучать микрофон, если он подключается трех с половиной миллиметровым джеком. У всех условия подключения разные. Кто-то подключает во внешнюю звуковую карту, кто-то во встроенную. Ну, примерно вы можете понимать, если у вас сейчас трех с половиной миллиметровый микрофон, примерно так же будет звучать и этот. Если ваш звучит хорошо, и этот будет звучать хорошо. Если у вас шипит, там нереально ничего услышать, то и с этим, к сожалению, будет все то же самое. Если это и можно и нельзя отнести в минусы, потому как тут зависит от сетапа вашего То следующий факт можно отнести в минусы, при том в серьезные Как я сказал ранее, все слышат, что вы слышите в наушниках То есть у них звукоизоляция не очень хорошая То есть они пропускают звук наружу Соответственно и микрофон все слышит Если вы будете играть с ребятами в тот же Counter-Strike, они будут слышать ваши шаги Они будут слышать ваши выстрелы Это, к сожалению, как для игровой гарнитуры большой минус Как с этим бороться я не знаю, потому как никакого софта нет Шумоподавления соответственно нет, только встроенные средства Windows Поэтому ваши собеседники будут слышать то, что слышите вы в наушниках И на мой взгляд это такой серьезный минус Ну что ребятки, делаем выводы Очень неплохая гарнитура внешне Выглядит очень приятно и нравится мне больше, чем следующая модель, к примеру H5 Которая считается постарше Это выглядит как-то более презентабельно, более по-современному Сборочка, конечно, подвела Но опять же, наушники это не всегда про сборку Потому как если мышка, мы ее постоянно трогаем рукой, мы ее перемещаем Там сборка имеет значение То наушники надел и забыл Но все равно неприятно, что вот наушники, они какие-то вот такие немножечко погремушки Что касается посадки Посадка очень удобная Через час где-то примерно забываешь, что они вообще сидят у тебя на голове Они не давят ни на голову, ни на уши Амбушюры достаточно большие, чтобы ухо помещалось Лично мои лопухи не касаются внутренностей ушных раковин наушников Поэтому с посадкой у меня нет никаких проблем Микрофон Микрофон, к сожалению, подвел Он не складывается Он не убирается Он постоянно будет на наушниках И за счет того, что корпус наушников пластиковый, как я уже и сказал Все слышат ваши звуки Соответственно, микрофон их слышит тоже Поэтому зачастую в каких-то напряженных играх Когда вы будете давать какую-то инфу вашим тиммейтам Они будут слышать еще и звуки игры Это на самом деле минус В остальном звучат наушники очень даже неплохо Имеют, на мой взгляд, приятный перевес в бас Я люблю, когда картинка звуковая чуть-чуть побасовите Возможно, это неправильно с точки зрения ребят, которые шарят в звуке Однако я не из тех И мне эти наушники по звуку реально на удивление понравились Я ожидал худшего В общем итоге получаем весьма такие спорные наушники Потому как звук вроде бы неплохой Но вот сборочкой микрофон подвели Вот как-то так В принципе, за свои деньги гарнитура очень даже неплохая по звуку И я был реально удивлен Спасибо, что посмотрели это видео Подписывайтесь на канал Подписывайтесь на наши соцсети Оставляйте комментарии Ну а я с вами прощаюсь Желаю вам топовых девайсов Пока-пока-пока